Я разок здесь, в Москве, сходил в гости к одному очень богатому человеку. Он тогда строил очень высокое здание, и ему интересно было общаться с разными людьми. И я к нему пришел, он такой сидит, говорит, что можешь, что можешь. Я говорю, могу. Вам объяснить, например, как влияют вот эти все камни, у него друзы аметистовые стояли, на вашу жизнь. Он говорит, давай. Я говорю, эти камни огромной силой обладают влиянием на здоровье. Вы вот их тут расставили, говорю, не понимаете, насколько сильно это меняет вашу энергетику, вашего организма. Он говорит, ну, я хорошо, я не понимаю, давай объясняю. Я взял, говорю, возьмите помощников, то есть там слуги пришли, взяли одну аметистовую друзу и поставили возле его стула, сзади него. Я говорю, вот сейчас у вас такое-то самочувствие, у вас астонометр есть, аппарат для измерения давления? Есть, хорошо. Я поставил ему сзади аметистовую друзу вот эту вот, у нее много там стояло. Я вот эту поставил и говорю, сейчас у вас будет подниматься давление. Вот. Он сидит такой, краснеет весь, измеряет давление, бац, у него подскочило. Интересно, интересно. Вот. Потом, как бы, я говорю, ну, а что дальше? Можешь, я говорю, я могу убрать, поставить другую, будет снижаться давление. Он говорит, давай. Вот. Мы убрали эту друзу, поставили другую, начало снижаться давление. Вот. Оно, короче, у него снизилось, он такой, мерить давление снизилось. Вот. Потом он смотрит на меня, говорит, а что хочешь? Что хочешь вообще? Я говорю, я хочу, чтобы люди жили правильно, счастливо. Вот. Например, если вы узнаете, что есть тонкое пространство, вы, как бы, получите другое развитие, как бы, вашего мышления, вашего сознания. Он говорит, какое тонкое пространство? Я говорю, ну, которое вам повышало давление. Он говорит, ты что меня за лоха держишь? Давление повышал ты мне сам. Это просто внушение, понимаешь? Я что тут за внушение, дурак? Вот. Ну, в общем, мы с ним пообщались. Мы с ним пообщались. Вот. И потом, когда я выходил от него, ко мне подбежала секретарша, говорит, сколько стоит ваша услуга? Мне такая, я говорю, мои услуги бесплатные. И она такая, м-м-м-м-м. Ну, то есть, я не вписался в это все, понимаете? Вот. Ну, потом, как бы, дяденька все потерял. Чуть в тюрьму, по-моему, даже в тюрьме посидел немножко. В общем, жизнь у нее была веселая. Но причина заключается в том, что он не въехал, понимаете? Не въехал, как бы, в тему, для чего человек живет. В целом, в тему не въехал, понимаете? А если бы въехал, было бы все иначе, как мне кажется. Это мой вывод из того, что я видел и слышал. Если Бог тебе дал огромные возможности влиять на людей, на ситуацию, огромные финансы там, ну, хоть немножко, как бы, посвяти это чему-то светлому, чистому. И тогда Бог тебя защитит от всех опасностей, тебя сливать никто не будет. И, как бы, будешь жить счастливо, людям помогать дальше. Вот это мое вот твердое убеждение. Есть люди с огромными возможностями, есть люди с маленькими возможностями. Но тот человек, который идет в вектор жизни, выбирает правильный, этот человек никогда не прогадает. Он никогда не почувствует сильную неудачу в своей жизни. А если Бог его и будет испытывать, то Он будет его испытывать не так, как тех, которые выбрали неправильный вектор жизни. Согласно ведам, если человек, ну, решил встать на греховный путь, и Он, как бы, пользуется греховным, ну, как бы, копит вот греховность в отношениях с деньгами, и вектор правильно не выбирает, то с каждым годом жизни удержаться на своем положении ему становится все тяжелее. И, как бы, в Священных Писаниях говорится, что, ну, скорее всего, в течение десяти лет Он пожмет свой жестокий результат. Ну, то есть что-то произойдет такое, что подломает этого человека, подкосит его возможность жить и работать серьезно дальше. Поэтому в деятельности или в управлении нет другого пути. Только служение Богу, забота о людях, любовь к Родине и желание жить в гармонии с тем, что ты видишь вокруг, не осуждая это все, а пытаясь этому всему помочь и занять в нем свое глубокое и серьезное место. Это мое твердое убеждение, потому что я много видел подтверждений в своей жизни. Поэтому старайтесь делать добрые дела, учитывайте свои возможности, никогда не надо гордиться собой, даже если вы узнали больше, чем другие, в плане, как надо правильно жить. Нужно понять, что каждый человек живет как может, он делает то, что может. И если человек занимает какое-то положение в этом мире, значит, за ним стоит Бог. Его надо за это хотя бы уважать. Вот когда мы вот так вот все смотрим на мир, тогда Господь радуется нам. И он дает нам возможности. А если мы противоставляем себя этому миру и говорим, здесь все греховно, здесь все плохо, а я хочу здесь сделать все хорошо, тогда в этом случае тебя дадут пинка под зад, и ты полетишь искать, где хорошо. И вряд ли найдешь. Потому что эта вся земля – это грешная планета, где много грешников, они по-разному все грешные, в Америке по-своему, в России по-своему. Вот. И все здесь одно и то же примерно. Но если мы принимаем вот эту страну, какая она есть, ее любим, развиваемся в ней, хотим служить Богу, делать добрые дела, учитывая ситуацию, в которой мы живем, как тот священник, который был правителем, ну, как бы, главным советчиком царя, он учел, как бы, с кем он имеет дело, как он… Ну, то есть он сделал правильное решение, как он дальше жить, что делает, куда двигаться. Вот так вот. Есть крайности, есть здравый смысл, есть вектор. Когда мы понимаем, что это крайность, чистоты абсолютно здесь нет, греховная жизнь – это другая крайность, которая спаивает моих жен одну за другой, середина – это разум, и иду я вот туда, а не туда. Туда я хочу, к Богу, хочу больше добрых дел делать, хочу чище жить, возвышеннее, правильнее хочу жить. И когда вот так вот человек настроился, вот это и есть то, что Богу нравится, а все остальное, он смеется над нами. Допустим, только чистый бизнес – хорошо, только чистые отношения – отлично, молодец. Ну, это в раю тебе получится, а здесь сейчас ты будешь жить, потому что ты на земле оказался, как можешь, а не как хочешь. рус, чтобы уifsить.